здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня с тема медицинская я бы даже сказал наверно и профилактическое немножко мы узнаем как продвинулись врачи в этом направлении потому что эндоскопия есть такое слово с ним люди сталкиваются на протяжении могут столкнуться всей жизни кто-то совсем детском или там молодом возрасте кто-то ближе уже закату своей жизни но так или иначе у нас здесь в студии врач эндоскопии стационар номер два люберецкой областной больницы шамиль асхабович басханов здравствуйте жарусь скажите я правильно говорю что эндоскопия как бы это такой важный момент это вы какой-то такой доктор который вот изнутри нас всего может посмотреть до эндоскопии она позволяет осмотреть если другие исследования не позволяет смотреть снаружи но эндоскопия нам можно сказать позволяет оценить весь внутренний мир во всей его красе как там все работает да вот я должен сказать что ведь эта профессия до существует очень много лет ну логично потому что даже когда были все эти ну назовем их лекари я уже не знаю как тогда медицина только зарождалась понятно что очень хотелось посмотреть что там внутри происходит да и все когда зарождалась могли у человека да и сейчас установить иногда причину смерти да только после вот как говорят последний доктор патолога она там вот но на сегодняшний день я так понимаю у нас здесь много хирургов было самых разных детских и взрослых когда мы сегодня видим что операция делается некоторые хирурги уже что называется и скальпель не особо держит в руках мы тут выяснили то есть на сегодняшний день медицина продвинулась в этом направлении мы правда можем много во внутреннем этом мире узнать верно конечно если эндоскопия на лет 15-20 назад это было просто диагностика этого поверхностной то сейчас это уже углубленно продвинутая диагностика это как все видео исследования так и ультразвуковые исследования и помимо этого конечно очень расширилась сфера оперативной деятельности именно эндоскопия и внутри просветной хирургии то есть сейчас большую часть на патологии которые мы рутинно встречаем это все можно лечить эндоскопически именно эндоскопическая хирургия правильно я понимаю это когда она хирургии то значит там разрезы какие-то электронные скальпели на сейчас очень-то грубо говорю либо например через какие-то введенные скажем так приборы можно вводить какое-то лекарство на конкретный участок до необходимы тела так раньше было там при лечении язвенных болезней насколько я помню до совершено верно то есть сам эндоскоп именно прибор этот это не только трубка с камеры у нее есть полноценные каналы которые поставляют и воздух воду и каналы для мини инструментов так если можно сказать это инструменты инструменты с различными функциями то есть это для забора материалов для биопси это инструменты как электрические и лазерные на воздействие ту или иную патологию ну вот вы сами сказали что не так много лет прошло когда действительно были до скопические всякие исследования и воспринималось это как врач тебя от например отправляет человек глотает вот этот вот прибор причем были импортные и были советские еще которые были гораздо толще ну качество такое хорошее но тяжелее проходили скажем все известный аппарат вот и конечно не было такого развития мониторные службы скажем так сегодня мы понимаем что когда врач заходит что называется внутрь организма не знаю как это называется у вас на профессиональном языке он принципе по стенкам желудка я не знаю там всех наших внутренних органов может много чего увидеть и расписать всю картину что было где-то там тоже язва заросла чем может быть и так далее то есть это такое исследование которое сегодня одно из таких важных то есть может врач по посту послушать мы можем сдать кучу анализов там моча кровь все что угодно но в итоге все равно это один из таких конкретных показателей если есть трещина то вот она конечно то есть если даже пациент пришел в больницу или в поликлинику или в клинику в частной с каким-то жалобами и если не может найти узи к т или другие виды исследований то конечно как один из методов диагностики это эндоскопия и и исследование потому что визуальная картина там двухмиллиметрового образования реза точки где кровоточек или язвы или эрозия все так это все можно увидеть визуально с помощью эндоскопии ну и лечение становится более конкретным понятно где это происходит прицельное лечение селективное и воздействие идет прям прицельно и пациент улучшается прямо на глаза еще такой вопрос может быть тоже немножко специализированы правильно понимаю что в принципе при желании мы сегодня сколько процентов внутренних органов можем изучить с помощью разных значит приборов весь желудочно-кишечный тракт то это желчные протоки протоки поджелудочной железы трахеи бронхи глотка то есть практически все полы органы полные полы да 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 ну и я не могу не поговорить во второй части мы поговорим чем вы там оборудованы что у вас там интересного потому что врачи же не любят особенно пришел человек не знаю там рот открыл у него что там за аппарат он что-то успел посмотреть кстати я еще помню те времена когда узи врач так отворачивал чтобы пациент не видел потому что некоторые пациенты наверно видеть к странное изображение что-то там переживать начинали вот ну сейчас у нас все продвинутые но перед тем как продолжить вот вы как молодой все равно молодой да для меня скажем так специалист вы следите за какими-то тенденциями мировыми как вообще вот врачи в любых направлениях в данном случае вашем вы же что-то узнаете а вот можно так там или такой не знаю там придумали способ уменьшили там структуру какого-нибудь кабеля который заходит в человека не как правильно называется да конечно у нас даже в россии каждый год и есть крупные конгрессы именно эндоскопические также есть и достаточно масштабные конференции где отечественные врачи делятся опытом делится знаниями делится тем что для них стало новым может для других это и рутина для них стало новым и такой обмен знаний она помогает скажем так продвигаться своей сфере свои больницы и что-то внедряю себя внедрять сюда а насколько вы можете внедрять тут я уже говорю о том что вот вы приехали с какого-нибудь симпозиума или там по онлайну не знаю и вот вы хотите это внедрить вы как должны эти главврачу и требовать я хочу чтобы не был такой аппарат или вот есть такой вариант как это можно ну начинается с этапа заведующего отделения ну да хирургическим отделением и совместно с заведующим хирургией идет к главврачу и обсуждается вопрос о надобности этого того или иного аппарата или же внедрение той или иной операции эффективности насколько она нужна насколько часто встречаются такие пациенты с такой патологии и есть это оправдывать то конечно это внедряется организация больница она заинтересована чтобы внедрять все необходимое а где учатся на эндоскописта это же так надо хорошо знать внутреннего ладно там я не знаю например человек который сердцем занимаются да ну наверное мне очень ну это так опять же нужно знать как там выглядит пятка условно говоря да он занимается сердце он в этом специалист а эндоскопия смотрите сколько органов надо знать как они работают сейчас уже есть официальная ординатура по эндоскопии позволяет овладеть навыками как диагностики такие оперативными навыками во многих институтах есть ординатура именно по эндоскопии а вы выбрали по желанию или как бы вам сказали что вот будешь у нас эндоскопистом наверное я не до конца не понимал насколько это обширная профессия вот и уже наверно после того как я пошел в ординатуру понял какой охват и какой интерес можно привить в этой сфере а что вы заканчивали какой у вас я закончил медицинскую академию в воде кавказе северной сети понятно ну и вот еще такой вопрос сегодня мне кажется раньше может быть я тоже не прав люди ну психологически как тот не хотели чтобы даже например хирургия да лучше пусть разрежут сразу что-то там решат чем вы там будут во мне что-то лазить и так далее что-то искать вот сегодня а пациент все-таки более уже тоже продвинутый он идет на на вот такие исследования да потому что ну много есть мест входа в организм и есть довольно сложные вот эти вот эндоскопические способы то есть пациент поумнел это время все можно так сказать да конечно сейчас даже пациент без консультации врачей уже по большей части он сам идет на мини инвазивные доступа и наверное процентов 70 не приходится долго объяснять пациенту насколько это важно насколько это преимущественно выполнять именно эндоскопической операции когда есть альтернатива старая классическая хирургия радикально или же мини инвазивная эндоскопическая хирургия но и которая делается быстрее быстрее чем я не по времени на на ноги и реабилитация там на второй-третий день пациента можно выписывать после определенных активных вмешательств я так понимаю поправьте если я может быть не прав еще такой вопрос важный когда мы с помощью эндоскопии можно увидеть но какие-то новообразования то о чем мы говорили но когда это там язва какие-то порезы трещины это одна история другая история это всевозможные полипы я уж не знаю там всякие образования которые как мы понимаем при большом наличии могут привести к каким-то раковым опухолям так далее вы можете тоже обнаружить какие-то предначертания что это не злокачественная опухоль например да если за да раньше мы могли только выполнять диагностику то есть лет 20 назад также как я говорил то сейчас уже можно полноценно оценить образование всего размера его происходение с какой слоя стенки происходит есть разные спектры визуализации то есть это посмотреть я мощный рисунок структуру и на поверхность структуру из которую тоже это не стопроцентная диагностика но это тоже факторы говорящие о злокачественной или же доброкачественности одно момент мы можем смотреть и брать биопсию из этого образования чтобы подтвердить о злокачественной или же доброкачественно и как я уже говорил есть чудесное исследование это эндоузи которую тоже делается одномоментно оценивается образование насколько она прорастает в ближайшие органы и тактику оперативного вмешательства то есть это будет оперировать хирурги или за эндоскописты а то есть вы даже сами можете оперировать вырезать что-то через вот эти вот все входы ну то есть если это условно полип да сейчас такая насколько мне известно тоже проблема их довольно много и их врачи обычно просят же лучше надо удалить непонятно во что он потом превращается то всего можно удалить это не самая сложная операция да это операция делается буквально за минут 30 и цен спустя два часа может спокойно приехать домой а раньше это было прям сложно раньше это было сложно и в плане диагностики и в плане конечно удаления потому что не было способа инструментария до необходимого но вот на этом месте мы сейчас становимся приятного по крайней мере что но любой человек понимаешь когда внутри что-то валит и это можно посмотреть это уже здорово да то чего раньше не было или было но в таком усеченном варианте второй части сейчас узнаем у шамиля асхабовича какая там у вас техника какое оборудование как это все работает и так далее сделал небольшой перерыв и вернемся в студию программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях врач эндоскопист стационар номер два люберецкой областной больницы шамиль асхабович басханов говорим мы об этой вот новой специальности тут кстати сейчас весь мир переживает что много специальности должны исчезнуть там таксисты и прочие какие-то вещи но мы понимаем что медики не исчезнут никуда но сразу же возникает вопросы я так плавно к оборудованию еду нам все чаще показывают роботов до пытаются там сделать так чтобы робот уже начинал о чем-то мыслить тут у нас у соседа в москве но чуть раньше в казани появились уже такси значит автомобили с таким вроде бы сами ездят но все равно человек рядом сидит да потому что пока боятся его одного оставлять то есть человечество идет вперед и что-то подсказывает что но запустить какого-то я не знаю капельку какую-то в человеке и в принципе пусть она там живет и будет сигнализировать раз что-то выросло раз пошел какой-то это действительно будущее такое человеческое что мы изнутри можем узнавать себе больше чем снаружи без врача ну есть уже даже на данном этапе определенные исследования это капсульная эндоскопия даже та же самая у которой есть функция самой распознавать образование и и это капсула буквально сантиметра 2 она проглатывается и проходит весь лучший кишечный тракт за что а и как бы смотрит она до при прохождении оценивать весь кишечник желудок пищевод все полуорганы где она проходит единственный минус это даже если она увидит образование она не может остановиться оценить как собственно это будет делать человек размеры до принять какие-то меры то есть это или же взять биопсию или за как-то воздействие на это образование есть определенные минусы и их к сожалению пока еще много но смотрим вы же помните историю про чипы и так все как бы с одной стороны всего и не надо не надо не надо бояться с другой стороны логика подсказывает что все равно что то но не чип я не знаю что то такое скорее всего мы к этому придем если например врач ну вот возьмем животное ветеринарных ваших коллег да но работающие с животным там же не собачка не кошечка не могут сказать да чего у них болит мы пока сами не установим да мы мы не можем начать лечение и к сожалению мы не можем услышать ну просто мы когда знаем что операция сложная да там на какое-то время усыпляет собачек и так далее вот человеком вроде проще но тоже он приходит говорит болит тут а на самом деле ему кажется болит тут отдает куда-то в другое вернее отдает это боль наверняка все равно будущее за внутренней все таки медициной когда будет в человеке информация проходить на смотрите у нас электронная карта уже есть цифровая медицина я это называю пришел домой подключился к аппарату тебя всего сканировали говорят обратите внимание на правую часть а потом мы идем к вам это же наверно будущее я думаю туда это скоро придет и вопрос как как вы уже ранее мы говорили как-то вы встречать пациенты будут ли готовы пациенты к этому и сколько это будет стоить для пациента поначалу и немаловажную часть это конечно эмоциональность врача потому что я думаю насколько не был продвинут робот он не будет отдать эмоциями очень важно тоже понять понять выслушать пациента вот давайте тогда мы тут как раз перед тем как об оборудовании поговорим поговорим о врач эндоскопист то есть это человек который я так понимаю впервые может увидеть что-то очень не хорош впервые для пациента увидеть что-то очень нехорошее раньше как-то это все скрывалось а сейчас как вот это происходит если вы видите что явно буду что пациенту говорите вот у нас есть какая-то там проблема это же тоже надо психологически у как-то подготовка конечно это идет именно подготовка пациента то есть мы не говорим что у вас какое-то образование там плохой решок давайте проверим да то есть именно говорю что есть образование есть проблема ее надо обследовать и после чего предлагается тактика лечения и все это делается деликатом потому что хороший настрой пациента это уже плюс 40 процентов успешного лечения ну и потом мы знаем что даже серьезно онкологические заболевания сегодня но если не вылечит и можно как-то купировать и продлить человеку жизнь вот а уж если например у человека ведь когда-то и язва желудка и язва 12 перстной кишки люди там с ума сходили от этих заболеваний вот сейчас это немножечко все уже как-то ну можно купировать до решать эти вопросы вот тут возникает следующая наша наконец-то тема оборудование потому что она тоже как вы сами сказали вместе развивается вместе со специальностью что сегодня есть в руках у врача эндоскописта если говорить о стационаре втором стационаре любилецкой больницы то до нас он оснащен достаточно хорошо чтобы влиять на такие патологии как сейчас можно оперировать все желтухи механического характера то есть когда нарушается отток желчи это бывает по поводу или же когда наличие камней желчных потоков и за разбивать а до или же дробить и удалять или же делать насекание насечки и так ударять или за это какие-то сужение там где отекает золото это сужение бывает доброкачественного качества и мы в данной патологии можем устанавливать туда эндопротезы вот кстати ведь уже на протеза мы забыли в зависимости процесс этих много же уже можно устанавливать это специальные стенты которые выполняют каркасную функцию и восстановит отток желчи даже тем пациентам которых онкологическое заболевание они проходят химиотерапию и опухоль располагается там в области подглушной железы не сейчас встречается что отток желчи нарушается потому что опухоль раздавливает желчные протоки и они вынуждены бывает прервать химиотерапию состояние ухудшается и благодаря продвинутой эндоскопии сегодня можно быстро установить стенд в желчном протоке восстановить отток желчи нормализовать анализы крови и уже продолжить химию то есть это буквально занимает пару дней вот оборудование у нас состоит из она в первую очередь надо сказать о эндоскопической стойке видео эндоскопическая стойка специальный аппарат для коагуляции чтобы подключать к электро хирургическим инструментом и конечно же у нас есть цедуга то есть рентгеновская цедуга которая позволяет постоянно воздействовать и визуализировать рентген с помощью рентген видео рентген это позволяет нам точно воздействие на ту или иную область зону интереса то есть мы можем контрастировать и видеть на рентгене что происходит в тех же желчных протоков и за в тех областях куда мы не можем зайти видеокамерой хорошо то есть то есть то вот то что мы говорили тоже когда за полость мы выходим уже не можем добраться рентгена может в этом добавить картину вот ну а знаменитые как же опять же называются вот эти аппараты когда мы человек либо глотает вот сегодня я знаю что раньше была японская техника как сейчас наша техника она появляется или все равно пока больше импортной тему пока да к сожалению преимущества отдается импортной но наверное надо дать должен что отечественной россии владеют лучше чем сами владельцы до производителя а почему так у нас продвигается эндоскопия и она если не обогнала то на уровне точно мировой хорошо ну и еще возвращаясь к теме вот научных каких-то вещей я помню что когда-то именно в советском союзе ну так предположили а потом это было доказано что тоже язва например вызывается бактериями до были исследования были целые институты посвященные этой проблеме да ну потому что почему я за то что эндоскопический аппарат знаком язвенникам 7 дальше онкологические заболевания это тоже сейчас такая к сожалению боль потому что они механизм их до до конца наверно все-таки непонятен почему это происходит вот но тем не менее тоже с вашей помощью там можно раскрыть все-таки вот как выстроена система чек приходит с какой-то болью хирург как как к вам попадают через какой механизм в стационарный пациент есть три пути поступления это или же он когда самотеком приходит так если находится недалеко от больницы это обращение через поликлинику направляет именно терапевта или за специализированные доктора то или иной области или за это скорая помощь это когда вызывает скором мощную службу к себе на дом и уже скоро помощь врачи скорой помощи оценив состояние и при наличии симптомов или же состояние тяжелого то они госпитализируют сразу то есть я так понимаю что есть какая-то с экстренная эндоскопия когда нужно срочно спасать человека и смотреть что там они происходят внутри есть такой да есть экстренная эндоскопия она очень развита при таких пологе патологиях как та же самая механическая желтуха когда уже уровень билирубина в крови достигает больших цифр то это приводит к тяжелым осложнениям в будущем и за это такие осложнения как кишечная непроходимость когда нарушается проходимость пищевого комка по кишечнику и при без экстренного вмешательства это может тоже привести к сожалению противным исходом ну будем заканчивать еще один такой вопрос обычно врачи говорят о профилактике да и о каких-то новых вещах чтобы меньше работаем было потом лечить что называется вот с помощью эндоскопии существуют какие-то профилактические варианты когда ну вот у нас есть диспансеризация там и так далее не знаю попадает ли врач-эндоскопист в этот аппарат то есть можно на сегодняшний день эндоскопию использовать в плане профилактики у человека ничего не болит но лишний раз посмотрели например человек там я не знаю периодически у него какие-то хну хронические заболевания есть надо приходить там в весной момент обострения просто смотреть есть такое или есть профилактика это в 30 лет сделать один раз гастроколонскопию а потом уже в 40 лет и последующем год один раз делать гастроколонскопию то есть это те возрастные категории которые чаще всего появляются те или иные образования мы не кричат своего язвах эрозиях именно воспалителя а уже именно образовательную до которого можно выявить на раннем этапе и непосредственно воздействовать на них вот давайте уважаемые телезрители услышьте этот интересный момент потому что прежде чем она заболит можно его увидеть еще до того как она заболит и дальше уже будет приниматься решение удалять не удалять следить не следить за этим большое вам спасибо шамиль асхабович что пришли к нам рассказали приятно видеть молодых людей в этой области потому что внутренние органы человека это по моему для многих такая тайна для вас это уже работа вы там уже специалисты вам и всем вашим коллегам удачи ну а я напомню что это была программа открытый диалог у нас гостях был врач-эндоскопист люберецкой областной больницы стационара номер два шамиль асхабович басханов всего вам доброго до свидания и будьте здоровы удачи удачи